По версии обвинения, экс-полицейский Александр Марков и его знакомый Василий Рогов занимались угонами автомобилей в 2018-2020 годах. Машины у законных владельцев увозили буквально из-под носа. Использовали электронные смарт-ключи и глушилки. В основном работали в вечернее и ночное время. В Кохме, Коврове, Шуе. Через несколько месяцев потерпевшие находили запчасти от своих машин на Авито. В шуйском отделении полиции, по словам автовладельцев, работать не хотели. Следствие велось вяло. Хотели, насколько я вижу, протянуть сроки и убрать благополучное дело, куда в архив, не в архив, не знаю. Извини, но мы не сможем раскрыть это дело. Обращения были также в прокуратуру нашего города. Повезло, что мы все-таки достучались до прокуратуры области. Вот когда потерпевший Сомирнова Антон станет подсудимым Сомирнова Антон, вот этот суд я буду считать справедливым. А там я не говорю, что Марков не украли, не участвовал. Ну, не только он. Василий Рогов обвиняется по двум эпизодам. Его задержали в 2020 году. Полгода молодой человек провел под стражей. Свою вину после этого полностью признал. Начал сотрудничать со следствием и выплатил потерпевшим компенсацию. Александр Марков обвиняется в краже шести автомобилей, два из которых якобы угнал как раз с Роговым. По мнению прокурора, вину Александра Маркова и Василия Рогова подтверждают показания Рогова. Экспертизы, результаты обысков в гаражах и по месту жительства. Там обнаружено оборудование для угона и детали украденных машин. Также подтверждают акты контрольной закупки и оперативно-розыскных мероприятий. Например, от 20 июня 2020 года. Тогда, по версии обвинения, подсудимые приехали в Кохму, чтобы угнать автомобиль Митсубиси. Вся система, что у дома имелось освещение, мужчина, что повыше был опознан, как Марков Александр Сергеевич, а тот, что пониже, Рогов Василий Сергеевич. Марков подошел к автомобилю со стороны водительской двери. Взявшись за ручку водительской двери, у автомобиля сработали сигналы поворота боковых зеркал и задние габаритные сигналы. Одновременно разложились боковые зеркала, после чего автомобиль зажгли с фары ходовые огни. Согласно акту, автомобиль был угнан. Интересно, что Александр Марков, бывший полицейский, эксперт-криминалист, уже осужден за хранение и хищение оружия на 3,5 года. Свою вину в краже автомобилей он категорически не признает. По мнению подсудимого, Василию Рогову просто удобно обвинять того, кто уже в местах лишения свободы. Марков попросил суд исключить из доказательств экспертные заключения по идентификации деталей краденых автомобилей, а также акты контрольной закупки и наблюдения. По его мнению, там много несостыковок, доказывающих фальсификацию. Все это наблюдение велось по камерам наблюдения системы кордон. Плюс подкреплено проверкой показаний и самими показаниями Рогова Василия Сергеевича. Согласно запросам в ГИБДД по камерам кордон М, после проезда автомобиля Рогова за ней долгое время никаких других автомобилей не проезжало. Марков также не понимает, как его могли опознать в ночное время в маске только по росту. Адвокат подсудимого утверждает, что его клиент лишь занимался куплей-продажей запчастей. Так получилось, что некоторые из них были крадеными. Потерпевший Мельников Олег Владимирович пояснил суду, что не может сказать, что именно Марков совершил угон на его автомобиле. Делает вывод об этом только по факту продажи Марковым запасных частей с похищенной машины. Потерпевший Воинов Николай Викторович сообщил, что ему известно о том, что именно Марков причастен к угону его автомобиля только со слов сотрудников уголовного розыска. Показания Рогова, по мнению адвоката, Маркова нелогичны и противоречивы. Он часто их менял. Защитник попросил вернуть дело прокурору, либо полностью оправдать Маркова. Адвокат Рогова отметила, что ее клиент определился с позицией, как только вышел из-под стражи. Вот что попросило для подсудимых обвинения. Рогова Василия Сергеевича назначат в виде лишения свободы сроком 4 года. На основании статьи 73 Уголовного кодекса России данное наказание Рогова Василия Сергеевича назначат условно с испытательным сроком 3 года. Александра Маркова прокуратура просит признать виновным по 6 эпизодам краж автомобилей. И по данному делу назначить ему наказание в виде 5 лет лишения свободы. Напомним, он уже отбывает срок захищения и хранения оружия. Окончательное наказание Маркова Александра Сергеевича путем частичного сложения наказания по приговору шуйского городского суда от 10 марта 2021 года назначат наказание в виде лишения свободы сроком 6 лет. И в исправительной колонии строгого режима. Смягчающим обстоятельством для Маркова гособвинитель назвал наличие малолетних детей, один из которых инвалид, и хронического заболевания. Окончательное решение по делу о краже машин шуйский суд примет в конце января. Марина Зеина, Сергей Тютин, телекомпания БАРС.